Синхронизейшн! Опа, блин, прощайте дисклеймер. Всем привет, вы на канале Недохакер Лайф. Сегодня мы с вами скачаем и проверим читы на раз. Как всегда, открываем браузер, тут у нас ютубчик, а это означает, что это рубрика Недохакер. Рубрика, в которой мы проверяем, что нам оставили по ссылочке в описании. Как вы могли понять, это вторая часть. Я её записываю сразу после выхода первой. Если вы набрали 5000 лайков, то в ролик вышел. Если нет, то, возможно, на бусте появилось. Так что, если вы с бусте, то всем привет. В прошлом ролике мы проверили вот столько читов. Все они оказались стилерами, вирусами. Причем самое интересное, один из них майнер. Я слышу, как напрягаются мои вентиляторы в компе. Когда я открываю диспетчер сдач, резко шум исчезает. Это очень интересно, обязательно посмотрите прошлый ролик. Я очень надеюсь, что на этом ролике вы также быстро наберете 5000 лайков, чтобы мы сделали еще один ролик по Расту. У нас сегодня осталось 5 роликов, поэтому давайте сразу их начнем смотреть. Первый у нас идет паста ЦЦ. Это как Clarity ЦЦ, только паста ЦЦ. О, нам скинули экстрим инжектор? Это будет что-то интересное. Возможно, сейчас что-то реальное скачаю. Чит на пиратку. А, стоп, что? Всем привет, с вами мистер, я всем покажу бесплатные ч... Это мистери. Мистери на канале Найт с одним подписчиком. Чувствуете, да? Блин, я уже поверил, что сейчас будут реальные читы. Не-не-не, все нормально, все нормально. Ролик особо не вижу смысла смотреть, потому что это перезалив ролика. Причем здесь он с какими-то людьми сидит. Это ладно, это все понятно. Нам же интересно скачать какой-то сайт 707-су. Это сократитель ссылок? Это сократитель... А, а, а? Но в любом случае у нас есть Яндекс.Диск. А это значит, что мы можем нажать три точки. Информация о файле. И здесь можем узнать. Владенец Ренат Суета. Скачан 8 раз данный файл. Просмотрели 24 раза. Мне кажется, Ренат Суета я где-то видел. Возможно, то, что мы проверяли кого? Доту? Вот да, в Доту мы качали. Тоже с Яндекс.Диском. Мне кажется, там был Ренат Суета. Но это не факт. Нажимаем скачать. Где инжектор? Где? Нет инжектора. Разорхи. А что такое? Почему? Пайло не доста... What? Подожди. Кстати, вот я открыл диспетчер задачи. Резко компьютер стал тише работать. Чего? Сопоставление между именами пользователя и идентификатором безопасности не было произведено? Имя пользователя? А какое? Блин, я даже имя пользователя не могу посмотреть. Чё система любит? Конкурсанты, я жду, чтобы вы так же сделали. Эээ, монитор ресурсов. У нас запустился. Вот это явно лишнее. Вот это явно лишнее. Опа. А шо такое? А шо такое? Хе-хе-хе. Мы в прямом эфире с Ратником борюсь. Где вы еще такого видите? Верас. СВГ. Груп какой-то. Эксплора, как я понял, не запустить, да? Он даже ошибку перестал выдавать. Панель задач не работает. Пущен его может... Да, вот, проводник есть. Что если перегрузить? Так, вроде что-то заработало. Я перегрузил, появилось три проводника. Он открывается, но не может работать. Чё такое? Я точно не до хайкеров записываю или ССН? Но это, скорее всего, Ратник. По-другому никак не может быть. Вот, какое-то приложение, оно без имени. Так, система перегружается. Как вы видели, я выбрал никнейм Костян. Да, кстати, мы проводим интерактивы. В комментариях вы можете написать имя учетной записи, которую я буду использовать в следующей проверке. Так как эта проверка записывается сразу после записи прошлой проверки, поэтому я использовал комментарии из позапрошлого ролика, и там очень просили использовать никнейм Костян. А в этот раз система у нас все нормально. О, заработало. Блин, проверяем недохакеров вместе с недохакером. Ох. Так, восстанавливаем все окна. Очень тупит система, почему-то. Откроем диспетчат задач. Возможно, так будет попроще. Так, во, файлик. Это сразу загрузилось? Во, все нормально. Пароль из архива 123. Мы даже до первого дойти не успели. Уже сколько всего произошло. Паста CC у нас ярлык и сам файлик. Файл у нас не sfx архив, просто какое-то приложение. Паста CC. Как всегда, открываем нашу любимую программку. Нажимаем установить следить. Находим нашу пасту CC. Нажимаем открыть. И давайте посмотрим, что нам установит данный чит. Так, о-о-о. Почему пиписькомет? А, понял. Я хоть имя пользователя и поменял, но папки остались пиписькомет. Ладно. В следующий раз я переустанавливаю винду и будет использоваться именно ваш комментарий. Как мы видим, программка была удалена. Уже кучу раз в прошлом ролике мы это видели. Пинг exe. Угу, угу. Как раз-таки этот самый exe, который здесь находился в этой папке, из него все и как раз-таки было. Потому что в конце он был завершен и удален. Но в конце еще пинганули. Тут смотрим что-то. PSS. PS Script. PowerShell. Очень часто стали попадаться названия папок без имени. Ну, просто пустая графа. Тут тоже особый... Chrome. Chrome Cookie. Chrome History. Не благодарите, недохакеры. Вот вам моя история браузера. У-у-у. Так, что еще есть интересного? Та скиллится. У-у, очень много. Очень много. Месседж. Опа. Диск... Он скинул мой токен дискорда. Так, ну, моему дискорду точно хана. Но пока он не успел проверить, мы можем попробовать успеть проверить наших сегодняшних недохакеров. Ээээ... Деск... О! О! Скриншотики делали нашего рабочего стола явно. Тут вот собраны все файлики, которые есть на рабочем столе. В картинках, документах, еще где-то. Донлоуди даже. О! Какой-то файл. Аф-кью-ви-фу-фс-вт-мп. О! Дисплей ПНГ! Вот он! Кстати, надо придумать, может, какие-нибудь обои использовать. Напишите в комментариях свое мнение. Опять хром зачем-то закрылся, сейчас откроем его обратно. Кстати, немножко отвлечемся. Юар-кодик. Можете на него перейти. Это наш сайт, где есть абсолютно все ссылочки. Все ВК, Телеграмы, куда скидывать свои работы, всякие Ютуб-каналы. Можете зайти и посмотреть, чем мы занимаемся. Небольшая замаривая клампка, а мы идем проверить дальше. О-хо-хо! Блядь, мы только первого проверили, уже сколько всего произошло. Идем дальше. Мэн-Ит... Мужчина, поедающий трусы. Отличный никнейм. Я думаю, в следующий раз использовать вот такой никнейм. Как вам идея? Здесь просто какие-то были собраны ролики. И 13 дней назад... А, 2 недели назад взломали чувака. И начали сюда грузить. Фри-робуксы. Блин, у нас очень давно не было роблокса. Может, хотите? Фри-робуксы получить, а? Проверочка. Хе-хе. У нас Mediafire кидает на какой-то файлик пасворд 1000. Что-то необычное. Как я говорил в прошлом ролике, у нас собраны как русские, так и англоговорящие мошенники. Возможно, что-то здесь будет, ну, отличаться от обычных наших разводов. Эффекты. Эффекты. Самое любимое. Вот они эффекты накидывают, чтобы перезагружать одни и те же ролики по 500 раз. Так, хорошо. У нас есть Rusthack, Zero Mode, версия 1.3. Ну, здесь особо ничего интересного нет. Дальше показывают геймплей. Сам прикол, получается, после открытия программки, экзэшки, у нас должно открыться CMD-шка. Опа. Я на секундочку сейчас увидел кое-что интересное. И, возможно, мы что-то, похоже, уже проверяли. Тут у нас есть какая-то presence, JavaScript, кэш. И просто Rustlauncher на 326 килобайт. Давайте посмотрим, что это такое. У него даже файла нет, у него просто шорткат, смотрите. Он якобы скачал у него, смотри, вот шорткат, это ярлык. Он на него нажимает, и открывается его программа. Не то, что мы должны были сказать. Ну, понятно, что это левая. Сейчас же нам нужен Rusthack. Выбираем вот эту самую экзэшечку. И давайте посмотрим, что она нам ус... Ничего не уснует, да? Но мы научены, мы знаем, мы знаем, что можно дважды открыть одну программку. Потому что в прошлом ролике мы точно так же сделали с первым недохайкером. И накачали кучу вирусов. Причем, судя по всему, и майнер. Нет, тоже не работает. Я подумал, что данная программка проверяет, запущен ли у нас какой-то устройств, ну, это, софт, для проверки, что устанавливает. Но нет. Скорее всего, он пингует, откуда, где мы находимся. Понимая, что это из России, а не из Америки. И как бы закрывает. Получается, скорее всего, так. Очень расстроил ты меня. Окей. Идем дальше. Здесь у нас бесплатный чит Rustpiratka2005. Rustcheat2505. FreeClearTCC RusthackPrivatCheat. Вот такой никнейм. Ой, название ролика. Купить. О, кстати. Возможно, это то, что... Да. Блин. Я в прошлом ролике не смог зайти на этот канал. Вот он. Дискорд работает? Объект экз... Я в прошлом ролике не заметил. Update.exe это как раз таки вирус от первого недохакера. Он заменил файл. Прикиньте? Это что такое вообще? В прошлом ролике я не смог объяснить, зачем нужен данный ролик. Кто его сделал, почему, что, как. И скорее всего, на этом канале больше нет ни одного ролика. Нет, есть ролики. А, он все про одно и то же записывает. Сейчас объясню. Так, хорошо. Дискорд есть. Я под собой. Переходим по вот этой ссылочке. Присоединяемся. Да, вот, все. Короче, это настоящий Clarity CC. Это настоящий чит. Это плохо. Я не покажу, как отсюда скачивать, потому что я сам не разобрался. И здесь есть вкладочка медиа. Открываем ее. И видим, что здесь люди постят свои ролики. Это вот ролик от того, кого сейчас мы проверяем. Суть в чем? Чуваки за такие ролики получают скидки. Либо там на 7 дней чит бесплатный, как я понял. Вроде это как-то так работает. Тут можно, конечно, купить чит. Это отдельный ролик на Boosty, наверное, пойдет, если вы захотите. Напишите в комментариях, я не знаю. Ну, 3000 лайков, если наберете. Может быть, запишем на Boosty, как я покупаю читы. Я это, естественно, сегодня делать тоже не буду. Поэтому мы это закрываем и идем проверять дальше. У нас еще целых два ролика. Причем последний из них к Синди. Знаменитый создатель читов. Нам тут показывают Evil Going... Че? Какой? Evil Going Privat. Ну, просто геймплей. Очень красивый, да? О, нет, я думал, что не дискорд кидает, а это Evil Cheat.io. Че за сайт? Заходим на сайт. Возможно, это платный чит, и опять-таки его надо будет покупать. Ну, да-да-да-да-да. Нужно залогиниться. Еще и чтобы покупать, нужно залогиниться. Судя по всему, какая-то компашка разрабатывает читы на разные игры. Пока что не делали на раз. Возможно, будут что-то дальше делать. Вот, у нас уже два ролика есть на проверку на Boosty. Кстати, кто не знает, у нас есть Boosty. Мы туда начали постить опять ролики. Каждую неделю что-то стараемся делаем. Если хотите, перелетайте по ссылочке в описании и заходите на Boosty. Здесь я не вижу смысла дальше продолжать, поэтому давайте закрывать и проверим еще одного недохакера. Это у нас к Синде. Возможно, это настоящий. Возможно, это перезаливщик. Сегодня мы хотим перед ночевым роликом рассказать о конкурсе как-то напишите. А это что-то за... А это что за... А это что за... А это что за АСМР? Я так же могу записывать. Могу объявлять как-то записывать. Слышно, да? Да, слышно. Вроде нормально. Все. АСМР кончен. Идем дальше. Какие-то конкурсы... К сожалению, ссылок никаких нет. В ролике нам не показывают, как скачивают. Нам показывают программку. Потом показывают геймплей. Ролик почему-то переменавливали в нет. Тут А. В комментариях тоже ссылка заблокирована. Ничего не работает. Но. Если зайти на канал и открыть какие-то прошлые ролики. Возможно, это к Синде. О, кстати, 50 баксов. Может, в Стиме получить? Че? А, нет. Другой какой-то канал. Рэймон. Тут тоже вот, смотрите, какой-то развод. 50 баксов в Стим. Вниз что-то. Год назад что-то выкладывал. Какие-то 50 долларов в Стим. Что это? Опа. Стим Комьюнит. Че, развод? Развод? Так, перейти на страницу. Покажи, покажи, че там. Я хочу увидеть, что там. Ну, пустите. Блин, сайт, походу, не рабочий. А почему к Синде сработало? Стим Комьюнити. Это вроде настоящее, кстати. Помимо читов на Раст. Вот как раз таки 12 дней назад. Че-то еще. О, Раст. Отлично. Какой-то старый ролик. О, а здесь есть ссылка. Ссылка на скачание чита. Пароль 1. Опа. Сейчас скачаем. Владелек Синде. Возможно, это реальный чувак. Смотрите, 90 раз скачан. 7.6 просмотров. Кто-то с первого раза не смог скачать. Чего? Почему скачу не больше? Ну, это, скорее всего, настоящее, кстати говоря. Но мы сейчас все равно запустим. Очень много файлов почему-то. Опа. А что это такое у нас? А почему это SFX архив? Открыть WinRar. Смотрим. Патч, темп, сетап, инсталл.экзэ, апдейт бат, салент 1. У нас какой-то апдейт и какой-то инсталл.экзэ. Предлагаю. Предлагаю. Открыть папочку и в нее сейчас закинуть вот этот файлик. Я все больше стал сомневаться, что это настоящий Ксинди. Самый овощ. Вообще-то, ну, некрасиво обзываться. Нажимаем измени... Идрить флэшбэки из прошлого ролика у нас. Тааак. А что, в этот раз написали? Это у нас традиционный китайский. Очистить. Я люблю тебя. Ну, мог и не так Ксинди признаться в любви. Извини, я женат. 300 килобайт весит данная программка. Ладно. Хорошо. Нажимаем установить следить. Давайте запустим первоначальную программку. Запускаем бинго. Давайте посмотрим, что нам установит это. Подожди. CMD-шка. Помимо этого, что у нас? Install.exe. Вот он, создан процесс и он был завершен. Elevate диагностик зачем-то. Репорты. О! Куда? Но не похоже на Ксинди. Хотя, вот все говорит, что это Ксинди. Вопрос. Какой там может быть пароль? Ничего кроме единички, я нигде не вижу никаких паролей, поэтому я предлагаю еще раз запустить это и попробовать вписать единичку вот сюда. Не, в рунг. Свои варианты накидайте в комментариях. Какой здесь пароль может быть? О! И почему-то она закрывается. Либо Ксинди стал пихать вирусы в свои читы, либо я не знаю, что происходит. И напоследок, я совсем забыл, что у нас есть еще один недохайкер, которого мы сейчас проверим. Ксинди до сих пор непонятно. Я не знаю, что такое, но давайте лучше проверим следующего. В ролике нам показывают, как его скачивают, разархивируют зипку. Тут у нас экзэшка, дллка и how to use. Опять-таки, я уже кучу раз рассказывал в прошлом ролике. Экзэшка и дллка в одном файле, ну это навряд ли. Есть что-то как экзэшки, есть которые как дллки. С помощью экстрим инжектора они грузятся. Показывают, как запустили и после этого идет геймплей. Дальше особо интересного нет ничего, естественно. Поэтому открываем сюда. Открываем ссылочку, пароль у нас 2023. 211 килобайт. Ну вы сами подумайте, что там может быть внутри. Естественно чит. А вы что хотели? Заходим в нашу папочку. How to use. Смотрим. Какой CS2? Чего? Чего? Что? Почему CS2? Алло? Kern AIM инж... О! Инжектор-то настоящий. Ой, в смысле не инжектор, а... XT-шка, how to use, настоящее. Вот если бы чувак переименовал, просто здесь написал вместо CS2, раз. Вместо вот, Kern Injector. Вот так, смотри. Ctrl-C. Вот так делаем. Вот так, вот так, вот так. Ctrl-V. Все! Чел! Все! У тебя Kern AIM Injector. Ты его запускаешь и все. И все ведутся. Второй ролик подряд. За недохакеров доделываю их работу. Находим нашу папочку. Вот она. Нажимаем открыть. И давайте посмотрим, что нам установится. Опять-таки, да. Конхостом. Он проверяет опять конхост и закрывает. Идет какая-то проверка. Возможно, идет какая-то блокировка из-за того, что я запускал через программку. Но, как мы видим, вот даже если я от имени администратора запущу, ничего не происходит. Возможно, данный чит направлен исключительно на англоговорящих зрителей. Ладно. На этом мы сегодня будем заканчивать. А я вам, как всегда, желаю хороших антивирусиков, чтобы не ловить вирусы, как у меня. И до скорых встреч. Ведь ролики у нас выходят каждый вторник и пятницу. А по воскресеньям стримы. Обязательно на них заходи.